Если у девушки накапливается жир в области живота, она определённо напрашивается на неприятности. Даже если вы просто тренируетесь в тренажёрном зале, тренируете мышцы и выглядите потянутыми, этого недостаточно. Существуют определённые асаны и процессы. Если их выполнять, базовая химия организма может быть приведена в равновесие. И это — решение проблем для будущих поколений. Намаскарам, садгуру. Что могут сделать молодые женщины, чтобы защитить своё здоровье и предотвратить серьёзные проблемы с ним в будущем? В современном мире, с его общественным устройством и организацией многих аспектов жизни, женщины должны гораздо больше заботиться о своём здоровье, чем мужчины. просто потому, что природа наделила женщину очень сложной репродуктивной системой. В прошлом женщины начинали использовать свою репродуктивную систему в возрасте 15-16 лет, и она использовалась, вероятно, на протяжении всей их жизни, по крайней мере, на протяжении всей репродуктивной жизни. У женщины рождалось 6, 7 или 8 детей на протяжении её жизни, и репродуктивные органы использовались определённым образом. Из-за этого у женщин не было таких проблем, как сегодня. Ещё один фактор — и мужчины, и женщины, конечно, занимались тяжёлым физическим трудом. Из-за физической работы в области живота не накапливался жир. Если у девушки накапливается жир в области живота, она определённо напрашивается на неприятности, без вариантов. Она напрашивается на проблемы, и они придут. Насколько рано или поздно это произойдёт, зависит от генетических и других аспектов жизни. Но если у девушки накапливается жир в области живота, она определённо напрашивается на неприятности, и они придут. Слишком мало активности — я имею в виду физическую активность. Женщины могут работать в офисе, это не даёт ничего, потому что физической активности недостаточно. Если бы вы работали в поле, всё было бы по-другому. Я думаю, что проблемы, о которых вы упоминаете, в основном возникают у городских женщин. Просто потому, что даже если они и тренируются, то это полчаса, час утром, а остальное время они сидят, сидят, сидят. Поэтому этой части тела не хватает активности. Это одна из причин. Другая причина в том, что репродуктивная функция не используется. Если вы не используете свою репродуктивную функцию, то есть не рожаете ребёнка до того, как вам исполнится 21 год, очень важно, чтобы вы занимались хатха-йогой. Если вы просто занимаетесь в тренажёрном зале, бегаете, делаете то, это... Бег полезен в какой-то степени. Но даже если вы просто занимаетесь в тренажёрном зале, тренируете мышцы и выглядите подтянутыми, этого недостаточно. Вы должны интенсивно заниматься хатха-йогой. Если девочка с 12 лет начнёт заниматься хатха-йогой, она не столкнётся со всеми этими проблемами, которые для большинства людей являются серьёзными, и через которые люди с большими сложностями проходят на каждом этапе своего развития. Она пройдёт через это без особых сложностей. Мы должны прийти к тому, что для того, чтобы репродуктивное здоровье женщины поддерживалось без деторождения, очень важно, чтобы делались определённые вещи. Причём определённым образом должны прорабатываться в основном области грудной клетки и брюшной полости. Нет такой системы, которая была бы настолько же эффективна, как хатха-йога. Существуют определённые асаны и процессы, которым можно обучиться. Если их выполнять, не нужно будет проходить через все эти медицинские процедуры, число которых, к сожалению, сильно растёт. Другим фактором является психическое состояние женщин. Многие женщины, многие девушки в наши дни чем-то очень обеспокоены. Когда-то женщин беспокоила только их семья, дети, муж или ближайшие друзья. Теперь у вас есть друзья по всему миру, и практически кто угодно может вывести вас из равновесия в любое время. Одного сообщения достаточно, чтобы вы переживали следующие три дня. «Какой бы ни была причина, я не хочу всё сваливать на что-то одно», стало нормой, что каждый испытывает стресс. С этим также можно очень легко справиться. Если вы занимаетесь подходящим видом йоги, базовая химия организма внутри вас может быть приведена в равновесие. И это является решением проблем для будущих поколений. В противном случае проблемы будут расти, потому что сегодня средний детородный возраст вырос до 22 лет, включая сельское население. Но я считаю, что в ближайшие 25 лет этот показатель, скорее всего, достигнет 35 лет. И это очень хорошо. Если этот показатель возрастет до 35 лет, то количество подобных проблем, с которыми могут столкнуться молодые женщины, многократно вырастет, если только они не будут заботиться о себе. Забота о себе не означает лекарства и врачей. Вы должны начать йогические процессы, чтобы в организме установился определенный баланс. Если в организме есть химический баланс, гормональный баланс, если все гормональные железы работают хорошо, тогда все уравновешено. Организм не будет приходить в режим заболеваний. У определенного процента людей всегда будет какое-то физическое заболевание. Но это другое. Сейчас уровень этого процентного соотношения неестественен. Общество достигает неестественного уровня заболеваемости. Необходимо его снизить. Это очень важно.